Девушки отдыхают Когда вы разобрались с тем, что Голландия находится в Европе и выбрали транспорт, на котором отправитесь в путешествие, посмотрите на очертание страны. На что оно похоже? Мой старший сын увидел убегающего динозавра, а младший ничего не увидел. Теперь отправляемся в путь. Мы отправились на лайнер. Запаслись провизией в виде фруктов и сувениром из Голландии, который изучен в Голландии. Все запрыгнули в кровать и поплыли. Некоторое время назад наша знакомая была в Голландии и привезла нам вот такой сувенир. Это клон, на котором загружены мельницы и тюльпаны. Основные атрибуты Голландии – это мельницы и тюльпаны. Именно поэтому они находят отражение в каждом сувенире этой страны. Мы вспомнили, что в парке Кокенхофф каждый год проходит праздник цветов. И что на празднике цветы высаживают как мозаику, чтобы получались красивые изображения. Я предложила детям собрать свою картинку из мозаики. Ведь гвоздики-мозаики чем-то напоминают цветов. Старший сын решил выложить плавающий голландский дом. Вот такой. И вот мы наконец набрались до места. Прибыли в главный город страны – Амстердам. Мосты, каналы и велосипеды. Сели мы на свои велосипеды. И легли на стены, подняли на этот верх и начали крутить курение. И добились для красивого моста. А мост этот называется махер и брюх. Брюх по-голландски – тощий мозг. Мы использовали рисунок на ковре для обозначения границ нашего моста. И попытались разойтись на узеньком мосту в троем. Ходить по узкому мосту однозначно неудобно. Мы решили построить свой большой мост. Взяли тазик и построили мост через реку. Вот такой. А то мы долго играли в мост через реку. У нас там не уездили машины, он даже обрушивался. А потом мы его чинили. Приигравшись в мост, мы решили отправиться в мост по реке. И прилипываться лодками и домами. Для начала мы напомнили таз с лодой. А потом приступили к сознанию своей лодки дома. Для этого нужен лист формата А4. Складываем лист в баланс. И далее загибаем углы в центре со стороны сгиба. Вот так. Оставшиеся свободные внизу края загибаем вверх. С одной стороны и с другой стороны. Теперь раскрываем нашу конструкцию. И складываем ее в квадрат с раскрывающимся ртом. Получается такая лягушка. Затем раскрывающийся рот вверх с одной стороны загибаем и с другой стороны. Конструкция из квадрата превращается в треугольник. Самая широкая сторона нашего треугольника раскрывается. И позволяет превратить конструкцию снова в квадрат. Но уже меньшего размера, чем он глядит. И последний штрих. Мы просто раскрываем наш квадрат. Вот так. Тянем за уголочки. И расправляем нашу лодочку. Теперь мы можем отправить ее в квадрат. Мы направили тази панель и отправили нашу лодку в квадрат. А заодно мы проверили, какие предметы владимиром, а какие нет. Мы использовали пластмассовый шарик, кубик и деревянную палочку. И как вы видите, задану у нас только самый последний предмет магнит. Потому что он как-то тяжелый. Еще мы снабдили нашу лодку огнетушителем. Потому что в таких домах есть газ и электричество. А значит, для безопасности нужен огнетушитель. Ведь водой нельзя тушить пожар, вызванный электричеством. Но запускавшись в нашей лодочке, мы отправились дальше. И увидели мебельницу. Это была я. Размахивающей руками я вполне себе наполняла детям мебельницу. Дети тоже побыли недолго в мебельницах. А потом мы принялись изготавливать настоящую мебельницу. И с конструкторами веком. Вот такая мебельница у нас получилась. Но на этом мы не остановились. Я предложила детям сделать ветряную вертушку. Идея была воспринята с энтузиазмом. И мы взяли листы формата А4. Сделали из листа контакт и согнули его по диагонали. Теперь, вооружившись ножницами, мы стали разрезать наш лист по линии диагонали к центру. Оставляя непрорезанным 1,5-2 см от центра. Загнули к центру края, обозначенные на фото. И склеили к центру. Вот так. Получилась вертушка. Последний штрих закрепили вертушку к деревянной шпажке для шашлыка. И бегом играть. Далее, мы отправились на осмотр достопримечательностей. В частности, замка Дехао. Которым мы сначала должны были построить. Видите? Мой сын строит замок. Ну вот, что у нас получилось. Теперь там живут наши игрушки. Король и королев. Еще одной важной достопримечательностью Голландии является парк тюльпанов. Мы уже делали мозаику по дороге в Голландию. И теперь сын решил сделать картинку из кубиков конструктора. Вот такая вот мордочка у нас получилась. Напоследок, мы поели голландского сына и решили подоить корову. Коровы у нас нет, но мы не растерялись. И подоили, можете. Честно представляю, что это корова. Я сделала вымя из надутой перчатки и привязала ее к лажатке. Вспомнили в очередной раз, какие вкусные продукты можно приготовить из молока. Сыр, йогурт, масло, творог, слетана и еще много всего. Вот такое интересное будет путешествие нас погонять. Спасибо за внимание. Результаты подготовил Юлия Гершинбал. Сайт www.играясламу.ru Редактор субтитров А.Семкин